Всем привет, девчонки! Меня зовут Татьяна, рада видеть вас на своем канале. И сегодня я буду повторять макияж за Наталиной. Это макияж из ее марафона, день шестой. Я хочу повторить именно этот макияж, потому что я как сорока не могу пройти мимо камней и все, что блестит. Я очень люблю макияж со стразами, и я уже повторяла за ней в этом видео. Если вы еще не видели этот макияж, я тоже повторяла за Наталиной и делала макияж со стразами. Прошу пройти и ознакомиться с моим творчеством, так сказать. Я уже сделала макияж лица, как вы уже заметили. Контуринг, румяна, хайлайтер, все на месте. Так как я не люблю появляться без макияжа лица сразу в начале видео. Это моя обычная рутина. Это ничего здесь нового вы не увидите. Я уже делала в моих предыдущих видео полностью макияж лица. Вы можете перейти и посмотреть, найти эти видео и посмотреть на моем канале. Тут вся сложность в макияже глаз, и с него я и начну. Но мне очень жаль, что я не смогу вставить видео Наталины из инстаграма сюда, так как это сохраненная история, но вы можете найти в ее профиле эти видео день шестой и посмотреть, как же этот макияж делался. При этом со мной я приготовила много палеток. Ну как много? Достаточно палеток. Вот все палетки, что я приготовила для этого макияжа. Также стразы Сваровский. Было бы больше палеток, но дело в том, что я стараюсь продавать сразу палетки, которыми я не буду пользоваться. И я это делаю сразу же после обзоров. Пока они еще актуальны, пока они еще в спросе. У нас есть официальный сайт здесь во Франции, где можно продавать косметику, но не только косметику, там можно продавать одежду, обувь. Палетки разбираются очень быстро, если они, как я сказала, актуальны. И если они в хорошем состоянии, у меня все палетки в хорошем состоянии. Есть палетки, которые даже я не трогала, они новые. Я оставляю себе палетки такие спокойные, которые могут подойти на каждый день. А все такие вот яркие, пытаюсь продавать. И вот сегодняшний макияж это такой творческий полет. Это очень яркий макияж. Я не люблю фиолетовые оттенки, особенно холодные, потому что мне не идут. Но я опять повторюсь, я взялась за этот макияж только из-за страз. И, конечно же, я попытаюсь повторить из того, что у меня осталось. И надеюсь, что у меня получится. Так как видео не будет, но вы будете слышать голос Наталины и все ее указания по поводу этого макияжа. Ну что ж, давайте начнем. И я прям держу кулачки и очень хочу, чтобы у меня получилось тоже очень красиво. Кстати, если вы будете слышать на заднем фоне крики, здесь под окном играет футбол отец с маленьким сыном. Так что если вы услышите, алле, алле, вози, оля-ля, это вот отец играет с сыном. Прошу прощения. У меня окно закрыто, но через микрофон можно услышать все, что угодно. Даже как соседи разговаривают. Кстати, она использует жидкую матовую помаду от Jeffree Star в сиреневом оттенке. У меня ничего подобного такого нет. Буду начинать сразу с теней. Я знаю, что тени на моих веках держатся хорошо. Так что я думаю, что я смогу обойтись без этой подложки и без скотча. Так как у меня очень хорошо видна асимметрия лица. Если я сейчас налеплю этот скотч, то возможно налеплю неправильно и глаза в итоге получатся еще более асимметричные. Поэтому я уже знаю свою форму глаз и буду выводить просто вручную. Не буду придираться, просто я вообще не смотри на меня. Я сама вся кругленькая, если я еще себе... Я уже тоже очень кругленькая после карантина. И, кстати, я тоже вытягиваю внешний уголок, как и Наталина. И мне больше нравится такой вариант, потому что мне такой идет. Если вам, конечно же, не идет такое, вы можете скруглять, как сказала и Наталина. Итак, буду я искать фиолетовый оттенок и начинать красить глаза. Вот с фиолетовым оттенком вообще проблема. Я ничего с фиолетовым не оставляю, не люблю его. И поэтому в закромах у меня осталась вот такая вот палетка с Алиэкспресс. Я ее давно заказывала, она открывается как книжка. И тут вообще просто найдешь любой оттенок. Просто радужная палетка. И здесь есть фиолетовый, даже два. Он один из них как будто такой сатиново-металлический. Один чисто матовый. Наверное, я начну с матового оттенка. Один холодный, один теплый. У Наталины в холодном оттенке. Но так как мне не идет, наверное, я начну с теплого. Кстати, ничего так. Оттенок хороший. Если его наслаивать. Беру сразу маленькую кисть и начну тоже заполнять нижнее веко, чтобы уже вытягивать внешний уголок и выстраивать форму. Затем начинаю растушевывать чистой кистью границы. И немножко подниматься. Кстати, оттенок не сыпется. Хорошо растягивается. Достаточно нанести чуть-чуть и его потом растянуть. Также растушевываю и нижнее веко. Так, первый этап есть. Оттенок, он темно-бордовый. Вообще, сейчас на камере кажется черным, но нет. Он такой красно-розово-фиолетовый. Красно-розово-фиолетовый. Тоже проблема. Сейчас буду искать, что у меня есть. Думаю, что оттенок из палетки Huda Beauty New Nude. Вот этот вот оттенок Love Bite должен подойти. Вроде бы у нее такой же. Конечно, у меня не будет прям точь-в-точь, но что-то подобное я буду делать. Он оказался светлее этого. А что делать? А не, его можно наслоить. Да, да, он виден. Терпение, только терпение. И также Наталина его и на нижнее веко наносит. И заводит сюда вот в складку тоже во внутреннюю часть. Знаете, как-то красиво получается. Либо это на камере. Но нет, и в жизни тоже красиво получается. Максимально плотно наношу, чтобы затемнить внешние углы. И чтобы их выделить. Вот китайская палетка не сыпалась. А тут что происходит? Начинает сыпаться худо. Не подводи. Этот оттенок немного сыпучий и немного сухой. Поэтому он сыпется. Дальше мы с вами берем какой-то оттенок лаванды. И мы с вами постепенно начинаем закреплять вот эту зону тушевки. Итак, дальше лавандовый. Лавандовый есть также в этой палетке Lace. И есть у меня в Soft Glam Амастасия. Dirty Rose. Ну, он точно такой какой-то грязный. Грязно-коричнево-фиолетовый. Может быть, его... Потому что у худый он холодный. Так как у меня теплый фиолетовый, наверное, я возьму из палетки Soft Glam Dirty Rose. И будем смягчать вот эту вот верхнюю границу. И наносить практически до брови растушевку. Набираю этот оттенок. И осторожно буду его втушевывать. Он тоже сыпется очень. Кстати, в этом оттенке есть блестки. Почему они здесь? Он вроде бы матовый. Точно есть блестки. Прям сверху лежат мелкие блестки. Что я перестаралась с растушевкой, мне кажется. Фу, зачем эти блестки здесь? Ааа, как некрасиво. Уберу я немного светлым оттенком. Тем пара. Тоже из палетки Soft Glam. Почищу под бровью. Потому что... Оаа! Я сильно разошлась. Если видите, что, например, вот здесь вот темного цвета явно не хватает. То просто берете небольшой кедрик. Мне пока хватает. Очень-очень аккуратненько. И лавандовый этот оттенок я также наношу по нижней границе. Итак, лавандовый тоже нужно наности и на нижнее веко. Хайлайтер под бровь я уже нанесла до этого. Набираю опять цвет Duty Rose. И наношу на нижнее веко. Начинается самое интересное и самое сложное. Потому что у меня не всех оттенков есть. Да, очень хорошенечко смягчается. Не все оттенки есть. И первый разочный пигмент, он называется Смирение у меня. Я вижу, что Наталина наносит такой сине-розовый. Какой-то очень сложный, красивый оттенок. Вот именно этот оттенок у меня был в палетке Too Faced Palm Stream Beach. Вроде бы так называлась эта палетка. Вот именно там был такой красивый синий. Но я ее уже продала, как я уже сказала. Синий есть в этой палетке Amrazy. Но здесь не такой синий. Он некрасивый. Здесь чисто металлик, без блесток. Он называется Leo. Я уже его сводчила и поняла, что это не то. Не то, что в палетке Too Faced. Но у меня еще осталась палетка Nabla Dreamy 2. Я еще ее не продала. И здесь есть оттенок, который похож с оттенком Меркурий из ретроградного Меркурия, который я уже продала. Вот этот оттенок Remy. Но он такой противный. Он хорошо набирается на палец, а на веко уже не передается. Поэтому я буду пробовать, наверное, кистью, либо на клей. Нанесу я сначала клей от NYX. Наталина наносит на середину века. Я клей буду наносить только на середину. И быстро буду наносить этот противный оттенок. Он состоит практически только из блесток. И он очень сухой. Но он максимально подходит тому оттенку, что наносит Наталина. На клей он лучше наносится. Красивый, зараза. Но еле-еле наношу. Он даже плохо набирается на кисть. Противный ужас. Я не дохожу. Парочку, буквально миллиметров. У него уголочка. Нанесли. И теперь я подхтушевываю его немножечко во складку. Дальше я хочу нанести красный пигмент. Он называется чертовка. Так, дальше красный пигмент. Красный пигмент я могу найти только вот здесь. В этой радужной палетке. Правда, он, наверное, будет очень светлый. У Наталины такой красный с бордовым. Сейчас посмотрим, как это будет смотреться. Что наношу я этот красный? Я не знаю, пойдет ли мне... Такое... Потому что... В моем белке есть много красных вен. И это все сейчас подчеркнется. Я его втушевываю в эти блестки. Но это практически невозможно сделать. Потому что эти блестки настолько вцепились в кожу. Потому что они на клею, во-первых. А во-вторых, это очень сухой оттенок. Вау, я еще так никогда не красилась. Я надеюсь, у Наталины этот оттенок матовый. Потому что хочется продолжить блестками. Потому что хочется продолжить блестками. По-моему, потом она наносит блестки. Беру предыдущего синего оттенка Лео. И нанесу немного на красный. Потому что у меня прям виден этот переход. В принципе, точно так же сделала и Наталина. Мне придется опять делать это на клей. Как я не люблю, когда нужно делать очень много телодвижений. Ну, если бы этот оттенок был более кремовый, мне бы не пришлось бы столько много возиться. Итак, делаем мягкий переход. Наношу этот синий на красный. Дальше в слизистый черный каял наношу. У меня очень чувствительные глаза. Начинают сразу краснеть и слизиться. Растушу его по ресничному контуру. Дальше мы с вами берем... Итак, я тоже растушую черный карандаш. Дальше мы с вами берем какой-то розово-фиолетовый металлик. Лучше, наверное, фиолетовый, чем розовый. Но вот мне нравится очень цвет. И начинаю его раскладывать. Розовый. Розовый по нижнему веку. А где взять розовый? Тут розового нет. Тут есть вот такой вот красноватый. Так, обращусь к Амрези. Тут что-то розовое точно есть. О, точно есть. Барб и Рейзи. Ну, барб это прям такой вот топпер полупрозрачный. И Рейзи. Может быть, Рейзи взять? Набираю Рейзи. И наношу. Да, конечно. Он не такой яркий, как у Наталины. И не такой яркий, как в рефиле. Добавлю немного барб. И мне уже повеселее. Так как здесь есть блестки. Но думаю, что все равно не то. Не то, что у Наталины. Дальше я возьму еще пигмент. Он называется Матриарх. Он переливается из розового голубого вата. И его я буду носить совсем прям вот на внутренний уголок. Да, голубовато-розовый. Ничего у меня подобного нет. Буду выкладывать на клей цвет барб. Он тоже, в нем есть голубые, зеленые блестки. Я его просто плотным слоем нанесу на клей во внутренний уголок. Ну, если присмотреться, то там есть голубые блестки. Мне очень нравится, кстати, этот оттенок. Он очень необычный. Самый необычный оттенок из всех палеток Анастасии. Вроде бы красиво, но там кто знает. Нанесу в качестве блика и на центр века. Вот этот оттенок барб, он практически диамантовый. Переливается всеми цветами. Наношу каял по верхнему веку. Прокрашу ресницей и буду клеить ресницы. Так, дальше губы. У меня вот такой вот медовый карандаш от Catrice. Velvet Matte. Они очень стойкие, 6 часов стойкости. И он у меня в таком холодном бежевом оттенке. Потому что губы будут прям нюд-нюд. То, что я очень люблю. Добавляем себе пару миллиметров. Не стесняемся. И я выбрала помаду Наташа Диноны. В нюдовом оттенке. Это оттенок Дженнифер 22P. Ну и дальше то, зачем, собственно, я сюда и пришла. За стразами. Дальше будут стразы. Итак, буду выкладывать стразы от переносицы и аж до конца брови. Где-то, может быть, даже выйду за бровь. Начну я с мелких страз. Это у меня размер SS4. Эти стразы, кстати, я покупала на Алиэкспресс. Очень классные стразы. Это стеклянные стразы. Сделаны под Сваровский. Они нереально красиво сверкают. И ничем не хуже камней, которые я покупала именно Сваровский. Просто у меня таких мелких нет. Сваровский. И я буду использовать их. Дальше беру стразы Сваровский. И они у меня чуть крупнее. И они прозрачные. Но они переливаются в голубой такой, в бело-голубой оттенок. Как раз подходит к этому макияжу. И буду выстраивать их, возможно, между мелкими этими блестками. У Наталины просто здесь больше места, чем у меня. И у нее как-то получается красивее. Мне так кажется. Она наносит еще вот сюда, вот ниже к внутреннему уголку. Посмотрю, если мне такое пойдет. Короче, сейчас будет очень сложная работа. И, возможно, я все это дело ускорю. Чтобы не было так скучно смотреть. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, макияж мой завершен. Хотя это заняло очень долгое время. Не то время, сколько вы смотрели. Монтаж творит чудеса. Хорошо, что я не начала с макияжа лица. Потому что вы бы смотрели меня, наверное, до утра. Я надеюсь, что мой макияж максимально близко к тому макияжу, который сделала Наталина. В итоге мне этот макияж очень понравился. Хотя я сомневалась по поводу фиолетовых оттенков. Если вам понравился этот макияж, так же оцените его здесь. И я в инстаграм выложу этот макияж так же. И вы можете перейти туда и так же пролайкать. Я отмечу Наталину. Если Наталина будет смотреть это видео, Наталина, тебе привет. Спасибо тебе за такие творческие макияжи, где можно просто развернуться. Развернулась душа. Потому что не каждый день я делаю такие макияжи. Тем более на себе. Сегодня я гульнула, так гульнула. Все остальные макияжи в марафоне Наталины тоже интересные. Но, к сожалению, у меня нету таких оттенков. И повторяю я только вот этот вот макияж. И как бы все. Не забудьте перейти так же в мой инстаграм и оценить этот макияж и там. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. И я увижусь с вами уже в следующем видео. Всем хорошего дня и до скорых встреч. Пока.